Томсо, ты противоречишь, ты якобы против коллективной ответственности, но жаждешь, как потомки кадыровцев будут опозорены и загноблены в народе и будут вынуждены менять свои фамилии. Они заставляют наших родственников отвечать за нас, они издеваются над нашими родственниками и за нас. Но здесь, видите, опять мы возвращаемся к тому, что мы так не можем, мы ограничены этой религией. Что касается этого вопроса, имеет ли человек право на возмездие, справедливое возмездие? Безусловно, имеет, никто не может лишить его этого права. Но вот что является справедливым возмездием? При разных условиях это понятие тоже как бы меняется. Допустим, в военное время возмездие бывает более таким мгновенным, более жестким. И у той стороны, которую наказывают, которой мстят, у нее бывает, не бывает тех рычагов, институтов для своей защиты. Как, например, это бывает в мирное время. Поэтому, как ты сам сказал, время смуты, я так понимаю, это время, когда еще не установилось, когда еще государственный строй, как должен он быть, он еще не установился. И в этот период, конечно, будут происходить какие-то вещи, кто-то будет мстить, где-то, возможно, будут даже какие-то боестолкновения. И после того, как уже государство установится, будет ли оно преследовать вот уже этих людей, которые мстили. Если эти люди, которые мстили, они не выходили за рамки военного положения, военного времени, то, я думаю, нет. Но если же они сами выходили за эти рамки, то, безусловно, они тоже совершили преступление, и их тоже будут наказывать. Что я имею в виду? Одно дело, допустим, если был в рамках военного времени, военного положения, был наказан непосредственный преступник, да, как, например, Кадыров, Иудов, Делимханов. За это будет ли человек потом за это нести ответственность? Конечно, нет. Я считаю, что нет, недобро. Но представим себе, что кто-то превысил вот эти вот пороги дозволенного и, например, совершил несправедливость в отношении ни в чем не повинных людей, просто из-за того, что они являются родственниками Кадырова, Иудова, Делимханова. Должен ли он за это понести наказание? Безусловно, должен. Конечно, должен. Поэтому здесь самое важное помнить, что мы с вами, являясь мусульманами, мы с вами ограничены этой религией, мы не можем выступать, выходить за ее пределы. Ведь Аллах нас выдосерегает от этого, говорит нам, чтобы мы не переходили границ дозволенного. И мы должны с вами это сохранять. Если кто-то из нас превышает, переходит за вот эти границы, то он тоже должен нести наказание в соответствии с нашей религией. Иного выхода у нас просто нет. Если же мы скажем, что нет, мы этим прощаем, что бы они там ни делали, тогда вопрос к нам, являемся ли мы справедливыми тогда. Если мы прощаем в этих, то мы должны прощать и тех. Мы не должны с вами в этих вопросах какое-то пристрастие иметь. Вообще не должны. И это является условием того, что Аллах дарует победу. Это справедливость. Если мы не будем справедливы, то Аллах не дарует нам победу. Помните об этом. Одной из причин нашего поражения является то, что мы не проявляли справедливость. Это одна из причин. И мы должны вернуться к тому, что в любых вопросах, будь это в отношении наших врагов или в отношении наших братьев, наших друзей, мы должны проявлять справедливость. Киану Резван. Когда Чечня станет независимой, то Кадыров предстанет перед судом, и у меня для него на примете есть один адвокат из Гамбурга, официальный амбассадор Бритвена в Станхоу. Томсо, ты противоречишь. Ты якобы против коллективной ответственности, но жаждешь, как потомки кадыровцев будут опозорены и загноблены в народе и будут вынуждены менять свои фамилии. Нет, если бы я был сторонником коллективной ответственности и жаждел бы того, о чем ты говоришь, то я бы не постеснялся об этом говорить. И я бы тогда говорил, что ваши дети будут отвечать, мы возьмем спрос с них и прочее. Я наоборот говорю, что никто не будет отвечать за преступления Кадырова. А дети Кадырова будут отвечать за свои преступления, если они их совершат, но не за его сообщение о преступлении. Поэтому я не сторонник. Но когда я говорю, что вы будете стыдиться своих предков, это ведь не вопрос коллективной ответственности. Но это по факту так. Это как, понимаете, Германия сегодня, допустим, на день Холокоста правители, президент или канцлер выезжает в Израиль и стоит там с опущенной головой. Почему он это делает? Потому что он чувствует ответственность за своих предков, за то, что они делали с этим народом. То есть это немножко другая вещь. Это не та ответственность. Когда мы говорим о коллективной ответственности, мы имеем в виду непосредственную ответственность, что ее недопустимо проявлять. Однако какую-то символическую ответственность, мы ее никак не можем отменить, и она присутствует. И мы вообще являемся сторонниками этого, что символическая ответственность, она должна быть. Как, например, кто-то из нашего, ну, наши, допустим, родственники, какой-то наш представитель из нашего рода. Если он совершает преступление в отношении человека, или даже не преступление, а бывает он в ДТП, например, погиб какой-то человек по вине нашего человека. Перед родственником, перед семьей этого человека мы тоже все равно чувствуем на себе вот эту ответственность символически. Понятно, что мы не несем за это непосредственной ответственности полноценной. Но вот эту символическую мы несем. Мы как-то, как сказать, чувствуем на себе вину. Опять-таки, чисто символически. То есть, я говоря, рассказывая о том, что они будут вынуждены стыдиться, менять свои фамилии, я говорю именно об этом. Но непосредственно с них спрашивать за их предков, это, конечно, делать мы не можем. Хотя многие желали бы, наверное, это делать. Причем желают они это делать, отвечая тем самым Кадырову, так как они не стесняются и практикуют вообще эту тему. Они заставляют наших родственников отвечать за нас. Они издеваются над нашими родственниками и за нас. Но здесь, видите, опять мы возвращаемся к тому, что мы так не можем. Мы ограничены этой религией. А наша религия не позволяет нам так себя вести. Поэтому мы не сможем, друзья, так себя вести и делать это. Мы не сможем. Субтитры создавал DimaTorzok